в исцелении и помазывают больного маслом. Но сейчас в храме трудно найти сразу семь священников. И потому церковь по необходимости допускает, чтобы соборование больного совершал один священник. А еще нужно приготовить обмотанные ватой палочки для помазывания больного освященным маслом. Эти палочки в старину назывались стручцами. Палочек должно быть семь, и теперь мы знаем, почему. Нужно приготовить красное виноградное вино, лучше кого. И горячую воду для приготовления теплоты. Что такое теплота, мы скажем позже. А также приготовить полотенце и марлю, чтобы отирать елей, если он будет капать. Все остальное из необходимого священник привезет с собой. Я недавно читал, что есть такая штука эвтаназия. Это когда больной или его родственники просят врачей о том, чтобы этого больного безболезненно лишили жизни. Но делается это, конечно, когда человек безнадежно болен и не в силах переносить страдания. Так вот, отец Михаил объяснил нам, что в православии такой уход из жизни считается тяжким грехом. Истинный христианин не должен брать этот тяжкий грех на свою бессмертную душу даже ради избавления от нестерпимых мук. Напротив, он должен стремиться перед кончиной очиститься, очистить свою совесть покаянием, причаститься, собороваться. Поэтому в православии и не считается правильным скрывать от тяжелобольного человека приближение его кончины. Когда священник приехал к вам, он немедленно проходит к больному. Что с тобой, Евдокия? Заборваться хочу. Ну, все в воле Божьей. Помолимся Всевышним. Разумеется, таинство начинается с предначинательной молитвы. Затем священник готовится к совершению соборования. Надевает и Петрахиль, затем Филонь. Кстати, сейчас мы видим на столе ту самую чашу с зерном и стакан с маслом. Подержи, Василь. И те самые семь свечей, которые священник затепливает от лампады. Каждую из свечей он ставит в чашу с зерном. А одна из свечей вручается болящим. Свечи вручает священник и родственникам болящего. Родственники могут и должны присутствовать при молитве священника, с которой начинается таинство. Субтитры создавал DimaTorzok Самарапат, прибытий, вручает священникам болящегося с зерном и стакан с маслом. И всехвального апостола Иосифа 1-го архиерея Ирцаримского. Нас, якоблах и человека любит. Аминь. Но далее родственники должны оставить больного со священником наедине, так как после молитв совершается исповедь. Субтитры создавал DimaTorzok Но не послушает он меня. Но с Божьей помощью постараюсь убедить его. Силы хлево стать, Татадра. Да-да. Разумеется, батюшка. Если человек опасно болен и чувствует необходимость приготовить свою душу к встрече с Господом, тогда он исповедуется за грехи всей своей жизни. С самого раннего детства до нынешнего часа. В такие мгновения человек искренне рассказывает о своих предвешениях священнику, посреднику между ним и спасителем. И потому это происходит без посторонних глаз и ушей. Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человека люди, да простите, чадо Иоанне, вся согрешение Твое. После покаяния и отпущения грехов болящий целует Евангелие. А затем крест, как на исповеди в церкви. А вот и те предметы, которые священник принес в Дароносице. Чаша, в которую он наливает вино. Та самая ложечка, называемая лжицей. Нею он из ларца достает святую частицу и опускает в чашу с вином. И вот и те предметы, которые священник принес в Дароносице. Субтитры создавал DimaTorzok